Всем привет, мои дорогие! Сегодня к нам заехала на обзор пицца Доши Доши. Доши Доши, суши бар, традиционной японской кухни, уникальна в своем роде, современный дизайн, доступные цены, быстрое обслуживание и качественное питание. Аналогов такому заведению общепита в Украине не найдете. Сразу хочу сказать, я заказал пиццу полуананас, стоимость ее 99 гривен. Сразу хочу сказать, готовили мне ее не больше, чем 5 минут. Не больше, в среднем где-то 5-6, где-то вот так. Хотя сказали мне ожидать 10-15 минут. Я ждал 5 минут. Это приятно, это круто. Так, как всегда, вот такие рекламки есть. Здесь адрес на внутренней стороне. Вот все виды их пицц. Все они идут диаметром 30 сантиметров. И здесь у них отдельный прайс, рекламка на суши. Вот суши. Оформление очень яркое, красивое. Приятно держать в руках. Много информации на этих двух рекламных прайсах. Так, вот у нас такая упаковочка. Давайте откроем. О, неплохо. Неплохо, неплохо. Сейчас я вам ближе покажу. Вот. Она лежит на такой пергаментной бумаге. Так, давайте померяем. У меня не просто так линейка. Будем мерять 30 сантиметров. Да, да, вот ровно 30 сантиметров. Еще хотел бы посоветовать, если меня смотрят из Доши, из суши-бара. Ребят, может сделать просто еще наклеечки. Вот. Вот как я обрисовал немножко ваш логотип. Да. И просто как-то написать Доши, Доши Херсон. И просто сделать наклеечки. И в коробку, или просто наверх уложить две наклеечки. Это будет продвижение вашего бренда. А почему нет? Также еще можно уложить жевательные резинки. Почему нет? По две пластинки. Я покушал пиццы. Мне нужна жвачка. Потому что кусочки пиццы обязательно застроят где-нибудь в зубах. И я бы не отказался, если бы внутри еще лежали жвачки. В следующий раз, если заказывать пиццу, я бы все-таки рассматривал Доши. Потому что есть наклеечки. А это всегда интересно, креативно и прикольно. Можно на машину наклеить. Можно где-нибудь в доме прилепить. Да просто можно другу на спину присобачить. Наклейку. И во-вторых, жевательные резинки это всегда забота о клиенте. Почему нет? Так что подумайте. Так, ребят, давайте пройдемся по составу. Здесь краст, соус фирменный, сыр моцарелла, курица, ананас, орегано, базилик. Хочу сказать, мне никто не платил денег. И это мое мнение, это моя правда. Я не вижу здесь 100 гривен. Я не вижу. Я вижу здесь максимум 60. Хочу сказать, ребят, на любителя, конечно, но здесь нет корки. Я люблю корку. Я люблю корку, с пивом вообще заходит хорошо. Здесь корки нет. Здесь просто тонкий корж, сверху начинка. Да, есть ананас, его много. Есть куриная филейка. Ее тоже здесь много, неплохо. Ну, давайте попробуем теперь. Есть люди, которые едят пиццу, там ножом и вилкой, есть как-то... Вообще, в идеале пиццу нужно есть только руками. Это придает какую-то атмосферу. Я съел кусочек. Хочу сказать, пицца суховатая. Нужно или больше томатов, или больше сыра. Вот, да, все-таки больше томатов, да, наверное. Суховатая. Вот филейка сама по себе это сухое мясо. И вот ты съел кусочек, и тебе нужно чем-то запить. Конечно, еще было бы неплохо, если бы при покупке пиццы мне предлагали... Может, вы хотите какой-то напиток? Вы мне этого не предложили. Может быть, я и заказал бы себе или холодный чай, или заказал бы себе Кока-Колу. Но мне ничего не предложили. Складывается ощущение, что я ее только что достал с холодильника. Она буквально остыла вот за 10 минут, и она сухая. Здесь нужно что-то делать с соусом. Его должно быть больше. Потому что, как я еще раз повторяюсь, это куриная филейка. Филейка само по себе мясо сухое. После каждого укуса пиццы... Не хочется плакать. Есть такое ощущение, что просто этот соус быстренько, знаете, там... Размазали, накидали. Как-то такое пренебрежительное отношение к клиенту. У меня такое ощущение появилось. Ничего гениального я сказать не могу. Приготовлено быстро. То есть, какой принцип? Ты забежал, быстренько перекусил пиццы и побежал дальше. Никакого вау-эффекта не произошло. Здесь нужно что-то менять. И вот, обратите внимание, мне не хватает бортика. Видите, я пальцами касаюсь соуса. И... Как бы... Где бортик? Есть люди, которые не едят бортики. Выбрасывают их. Но! Можно поступить по-другому. Можно на коробке написать. В бортиках внутри сыр. И обязательно все будут доедать бортики. Потому что все будут знать, что внутри бортиков находится расплавленный сыр. Если покупаете пиццу диаметром 30 сантиметров, то покупайте так, с расчетом, что одна пицца на одного человека. Я съел половину пиццы, я не чувствую чувства сытости. Для сравнения, я съедаю шаурму за 30 гривен и чувствую сытость. Ну, шаурма стоит 30 гривен, а эта пицца стоит 100 гривен. Ребята, обращаюсь к Доши. Сделайте одну огромную пиццу и соедините в ней 4 вида пиццы. То есть, пускай одна будет монца, вторая будет пепперони. Ну, по кусочку. Одна Доши-Доши и пускай это будет Регина. Это будет классно, это будет круто. Ты заказываешь одну большую пиццу, кто-то любит с сыром, кто-то любит с курицей, кто-то любит с ветчиной, кому-то нравится ананас. И каждый будет есть свой кусочек. Ну что, ребят, перейдем к вердикту. Первое, это сухая пицца. Сюда нужно больше оливкового масла, больше соуса и, конечно же, больше сыра. Разве так трудно взять немножко больше сыра, добавить? Видите, где начинка, там сыр, по краям сыра нет. Видите, по краям сыра нет, только где начинка. Второе. По заполняемости я ставлю твердую пятерку. Много ананаса, большие куски ананаса. Филейки тоже очень много. Большие куски филейки. И тут же сразу вытекает минус. Филейка, мясо сухое, сразу хочется пить, чем-то все это запить. Третье. Это бортик. Я люблю бортики. Можно вовнутрь положить сыра, завернуть и это на коробке написать, что бортик как сыр. И это будет такой классный маркетинговый ход. Можно попробовать, можно сделать. Когда ешь, пальцами касаешься соуса. Вот так, когда ешь пальцами, да, вот ты кусочек. Сейчас я ее делю вам. Вот, вот ты ешь, ты. Все, ты уже вымазал пальцы. Да, она может, она вкусная, она классная, но... Да, но ты уже вымазал пальцы в соус. Это не очень. Был бы бортик, такого бы не было. Я бы аккуратно взял за бортик, занес, и вот я кусаю кусочек пиццы. Еще нужно ложить салфетки. Тут не хватает салфеток. Я поел пиццы, я хочу жвачку. Нужно хотя бы две пластинки жвачкой ложить. Неужели это так трудно или это так дорого? Ну и, конечно же, самая печальная, это цена. Эта пицца не стоит 100 гривен. Максимум 60. Я ставлю этой пицце 6 из 10. Если вы смотрели предыдущее видео, где я делал обзор на суши дольше-дольше, там я поставил 10 из 10. Там действительно все было круто, все было свежее, все было очень вкусно. И я сразу сказал, 10 из 10, здесь 6 из 10. И то можно ставить 5 из 10. Единственное, самое приятное, это наполняемость пиццы. Спасибо, ребят, за то, что смотрели это видео. Пишите свое мнение, пишите свои комментарии. Мне никто ничего не платил. Я никому ничего не обязан. Я купил пиццу, сделал на нее обзор, сказал свое мнение, сказал на плюсы, сказал на недостатки. Пока-пока, скоро увидимся.